Всем привет, дорогие друзья! Это Сова. Я играю и никак не проиграю в Таур. Да, я уже давно должен был проиграть, но я потом все равно как-то переигрываю миссию и выигрываю в итоге. Поэтому мы до сих пор боремся. Первого босса мы всрали, теперь мы копим силу для того, чтобы не всрать его в следующий раз. Ну, по крайней мере, попробовать. У нас теперь на выбор две миссии, и для того, чтобы классно не всраться, нам надо идти вот в эту, которая даст Империум плюс 17. То есть у нас без вариантов, короче, вот сюда. Это у нас будет не сильно такая интересная миссия, здесь мы ничего даже не будем делать. По-моему. Это у нас, я что-то не посмотрел, это либо хаос, по-моему, это хаос. То есть хотите хаотическое распределение... А, нет, это хаотическое, все правильно. Я мне показал, что это сигнальный флажок, но нет. Короче, при хаотическом распределении врагов, жарить их бессмысленно, потому что моя пушка говно. Поэтому просто стоим вот так вот и смотрим за происходящим. Как наши доблестные воины, которых я тут понастроил, всех убивают. А, мы будем следить вот за этим типом. От момента его первой атаки будем смотреть за его паттерном, имеет смысл таких бомбардировщиков еще делать или не имеет. Он вообще будет атаковать кого-нибудь, нет? Зашибись, он вообще улетел куда-то за край карты. Ладно, подождем его. Я так понимаю, что он не успевает, их слишком быстро убивают. Он не успевает просто ни в кого прицелиться. Ладно, мы тогда будем смотреть за бомбардировщиком в следующий раз, когда будут волны. Может, ты все-таки на кого-нибудь что-нибудь скинешь, нет? Странно, но ты же летаешь над ними. Ладно, хорошо, твою цель убили. Ну, на кого-нибудь хотя бы скинь, что ты делаешь-то, друг? Ладно, бомбардировщики против одиночных целей, даже не понимая, что им делать. В принципе, ничего, конечно, в этом удивительного нет. Они сделаны не для этого. Они нужны для уничтожения толп, поэтому никаких претензий мы к нему предъявлять не будем. Но хотелось бы просто посчитать хотя бы, сколько у него времени между атаками проходит. Ну-ка, может, он все-таки в кого-нибудь прицелится сейчас? Нет, он просто летает и вообще на все насрать просто, совершенно. Пока у нас циклоны отрабатывают свою пайку, этот у нас просто летает и смотрит. Такой типа, эй, привет, ребята, я слишком мощный для этого боя, идите в жопу, я не буду даже участвовать в этом. Мы настолько унижаем противника из Империона, что мы просто летаем самолетом. А нет, смотрите, сбросил что-то. Ну, в общем, за минуту, наверное, две, сколько мы на это смотрим, он сбросил одну бомбу в итоге. Понятно. Ладно, в таких миссиях он бесполезен, понаблюдаем за ним потом. Не, ну, здесь ладно. У нас тысяча щита, это, конечно, дохренища. Они даже ни на секундочку не приблизились к тому, чтобы с ним вообще хоть что-то сделать с этим щитом. Так, это, наверное, последние. Вот еще идут. Я хотел сказать, что это последние, но ни хрена не последние. Хотя, может быть, вот это конкретно уже и последние. Так, давайте мы их поджарим тогда. Надо для того, чтобы это побыстрее закончилось. Отлично. Получили мы своих очков. Вернее, не дали противнику. Потому что вся задача была именно в этом. Мы получили чуть-чуть. Ну, хотя, как чуть-чуть. Плюс девять, нормально. Плюс девять и получили несколько синих фигней для строительства. Но нам нужны желтые ромбики. Очень сильно. А у нас осталась одна штука. Это осада. Здесь у нас будут танки. Здесь у нас будут танки, которые нас обычно очень неплохо шлепают по жопе. Эти танки. Но зато за них дадут пять зеленых. Пять зеленых, это тоже зашибись. Они нужны на очень большое количество базовых прокатчиков всяких разнообразных. Ну, будем пытаться, короче, сейчас выиграть. Я думаю, что я возьму еще один самолет такой. Потому что самолеты полезны против танков. Или можно поставить еще лазер. У меня талусов получается два, три. Можно попробовать... Нет, я, наверное, все-таки возьму циклона. Так, поставлю циклона. И сейчас мы, короче, попробуем кого-нибудь из этих мерзавцев сжечь. Так, откуда они полетят? Товсюду? Так, вот туда они полетят, да? Ну, давайте мы прямо вот так вот по-жёсткому сделаем. И попробуем... Блин, почти. Я почти его поджег. А, ну, в принципе, я его поджег. Нормально. Так, мне надо смотреть на ракетницы. Мне надо смотреть на ракетницы. Для того, чтобы попробовать их быстро убить. У меня довольно много щита. Плюс возможность его быстро перезарядить. Плюс у меня есть лазеры для сбивания ракет противника. Которые, я правда не понимаю, работают или нет. Блин, ну мотать их тут пришло. Больные вообще просто. Разрабы! Вы просто крэйзи. Блин, ну меня сейчас... Я сейчас останусь без этого. Так, ну давайте. Надо активировать эту штуку, потому что без вариантов. Так, выбиваем вот это говно. Теперь у нас остаётся грёбаная куча танков, с которыми непонятно что делать. Да, нас опять всё пробили нахрен. Ядрёныть! Не, ну походу такие миссии я до сих пор не могу пройти. Это каких размеров должна быть у меня армия? Для того, чтобы от этого отбиваться, интересно. Да, не, нас здесь обоссут сейчас. Вообще без вариантов обоссут. Всё, у меня не осталось вообще ни черта, чем я мог бы оббиваться. Да, хорошо, я этих мамутов побью. Ну их мотать их ещё сколько, просто трындец. Так, с осадами у нас до сих пор жопа. Нужны пробивающие пушки. Да, я уже раскатал губу, что я сейчас получу себе зелёненькую штучку. Но я получил в итоге балалайку. Ладно. Нам нужна, короче, ещё одна хрень, чтобы у нас была мощная пушка. Возможно, с этой мощной пушкой мы успеем кого-то похерить. Потому что она типа с удара там кого-то выбивает. Не знаю, может быть с танками это тоже работает. Ну, вот здесь дадут четыре. Блин, а нам надо сюда идти, нахрен. Надеюсь, опять инвейжн. А, нет, это волны. Волны, кстати, мы, по идее, наверное, даже пройдём. Блин, надо идти сюда. Мы, конечно, немножко откатимся. Ну, как немножко... Нет, немножко откатимся. Но мне нужны эти, блин, четвёрт... Четыре говна вот этих. Без вариантов. Я прям очень хочу. Так, у нас одна база вообще ни черта нет. Нам тут всё раскрошили в слюни. Так. Слава тебе, Господи, хоть массовое восстановление работает. Потому что всё это руками восстанавливать был бы просто лютейший ахтунг. Так. И нам надо выкупить место тогда, на которое мы эту штуку будем ставить. Ну, допустим, выкупим вот это место. Пока что. Ну, такие мы оптимистичные все из себя нахрен. Думаем, что у нас получится отбиться. А может, мы пока пулемёт поставим? Можем поставить? Нет, не можем. Блин, а я тогда и ту штуку не поставлю. Придётся что-то разносить. Ну, в принципе, я могу разносить Талос. Он не так себя показал хорошо, как мне бы того хотелось. Если что, короче, Талос снесу и на его ресурсы построю. Если, конечно, отобьюсь. Так, а что-то у нас... А, вот, кстати, заодно посмотрим, как у нас работают противоракеты. Противовоздушные, вернее, ракеты. Так, ну-ка, сбивай его нахрен. Бум. Ну, охрененно работают. Короче, если мы просто немножко подержим щит вначале, то они в состоянии всё нахрен разнести из воздушной силы противника. Это хорошо. Так, плюс он бомбардировщик у нас жахнул. Нет, бомбардировщики молодцы. Он прям жахнул как надо. Я думаю, что бомбардировщиков я ещё пристрою. Мы сейчас сначала протестируем, как будет работать вот эта вот пробивающая всё фигня. Если она будет работать хорошо, мы их построим ещё несколько. Но я их могу построить, в принципе, ещё две. То есть у меня тут либо доциматор. Один у нас есть, который якобы стреляет по всему, но не знаю. И потом... Наверное, два-два надо делать. То есть два таких и два таких. Скорее всего, лишним это не будет. Бум. А чё там одни ракетчики? Там их до... О, и самолётик как раз прилетел. Вообще красава. Так, самолётик всё правильно сделал. Молодец. О, танчики, здрасте. Так, нет, мы будем... Мы сосредоточимся вот на этой нижней ерунде. Так, танчики у нас... Блин, я попадаю в камень. Так, сосредоточимся на танчики. Так, танчик готов. Так, воздушных у нас и так всё убьют. А мы воймём пока вот эту штуку пожарим. Так, готово дело. Так, что у нас с этими? Ну-ка, покажите, класс. Бум. Ещё класс хочу показать. Так, за этим уже вылетели. Ну, нормально. Так, а это всё, наверное, да? Или ещё? А, нет, ещё будет. Блин, жалко. Раскатал губу, думал всё. Блин, ты тогда предпоследняя волна была останками? А что в последней будет? Если предпоследняя волна была останками... Нет, это явно не последняя волна. И последняя волна что-то как-то жиденькой. Тем более по одному... Хотя, блин, не жиденько. Ладно, беру свои слова обратно. Нормально всё. Вообще не жиденько ни разу. Мотать нам ракетниц. Так, бомбардировщик жги. О, ещё плюс ракетное дребедень у нас тут приехало. Так, давайте тогда гелион сжигаем. Нахрен. Или он сжигает нас, одно из двух. Во, мотать там воздушных просто жесть. Так, гелион. Я хочу сжечь гелион свиням. Да, слушайте, щит-то у нас... Щит-то у нас сейчас может немножечко и не выдержать. Конечно, ещё его установим, но... Мотать по щиту ебашит. Так, устанавливаем, нахрен, щит. Так, мамонт. Надо мамонта тогда убивать. Так, лох не мамонт. Давайте. Убиваем мамонта. Лох не мамонт. Вообще ничто не мамонт, кроме мамонта. Так, ядрёныч. Слушайте, а чё у меня противовоздушная оборона так плохо отрабатывает? Так, мамонт, умри. Так, мамонт умер. Отлично. Так, мамонт умер, но... Ещё один остался. Так, ну, не знаю, чё там. Затыкаете танк копиями своими? Я думаю, что нам надо с ним что-то и сделать, потому что у нас сейчас будут проблемы. Так, мы что-то с ним сделали, хорошо. Теперь давайте разбираться вот с этим говном. Так, с этим говном разобрались. Так, а, ну, зато поэтому пулемёт попадает. Короче, это самая удачная цель у нас получилась. Хорошо, мы отбились. Норм. Отбились, норм. Сейчас мы, по идее, следуем эту пушку. Наконец-то. Сейчас у нас не будет вариантов, кроме как пойти на воздушную миссию наверняка. Так, инвэйжн, инвэйжн и воздушная атака. Так, куда нам идти? А куда нам угодно мы можем пойти? Это хорошо. Тогда, конечно, желательно бы идти, блин, в Air Raid. Зараза такая. Так, ладно, давайте возьмём облитатор. Хочу. Хочу облитатор. Массивная тюрелька, которая там жарит. Хорошо. Есть такая у меня ерунда. Это у нас увеличит максимальное её здоровье. Пока брать этого не будем. Так, что из того, что мне ещё нужно открыть? А я не открыл. Здесь у нас есть. Так, это у нас наши обилки. Наши обилки похрен пока. Похрен пока на наши отсутки. Слушайте, я по факту почти всё вкачал. То есть я могу тогда ещё стабилизатор поля жахнуть. Так, который у меня сделает 8. А это у меня сделает 10. То есть у меня теперь щит регенится на 10. На постоянной основе. Потом я могу ещё подрегенить себя. И сделать себе больше хп. Регенить, наверное, себя бессмысленно. Потому что если меня начинают пробивать, то меня прям начинают пробивать конкретно. Так. А что бы тогда забахать себе? Ну, скоро нам придётся качать свои собственные пушки. Так. А, вот кулдаун ещё можно уменьшить. Так, ещё на 10 секунд мы можем... Так, речарж щита сделать. И ещё на 10 секунд мы можем сделать ещё речарж щита. Вот. Теперь у меня щит будет перезаряжаться 65 секунд. Вернее, не щит перезаряжаться, а быстрое восстановление щита. Так. И желательно мне бы, конечно, вот это вот зелёненькое дерьмище получить. Но зелёненьким... Самая простая миссия это при хаотичной атаке. Волны не хочу. Вот это вот было бы самое простое, что я могу сделать. Мы получим одну красную за это. А вот здесь у нас воздушная. Воздушную мы можем прям всосать. Не хотелось бы. А здесь у нас инвейджин. У неё мы получим две. Четыре, которые мы можем использовать для строительства. Блин, даже не знаю. В инвейджин может пойти. Здесь 10, здесь 15. Нет, давайте мы, наверное, себя отодвинем и пойдём вот сюда, вот в Skyfall. Так, погнали. Отодвинемся немножко по полоске подальше. Чтоб у нас был хотя бы гандикап на один проигрыш какой-нибудь незначительный. Так, теперь вопрос, хватит ли нам ресурсов для строительства. Так, я хочу построить вот этот вот аблиетатор. Массивная тюрелька. Так, плазма, которая пробивает насквозь нахрен и убивает здесь мгновенно. А, она, кстати, и в воздушных юнитов стреляет. Так. А чё не хватает, не пойму? А, тысячу! Ей, три, ладно. Она стоит тысячу. Так, я зря потратил туда столько бабок, получается. Тысячу, 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 тысячу. Ну, мы можем, конечно, какой-нибудь талос снести. Но тысячу он нам не даст. Талос сколько стоит? Талос стоит 150. Это будет 800. Ну, ладно, мы подождём тогда просто. Мы тогда следующей миссии поставим. Если он ещё и по воздушным стреляет, это вообще охрененная тема. Тем более убивает мгновенно и пробивает насквозь, мне нравится. Это прям интересная штука. Хочу жажду просто посмотреть, как это говно работает на практике. Так, ну, ладно, это можно пока просто тупо постоять и потрындеть. Пока эта штука не закончится. Хотя хрен его знает. Я смотрю, они вот подошли к нашим порядкам напрямую. Давайте мы всё-таки поможем немножко ребятам. Они просто слишком близко падают, понятное дело. Так, давайте сюда какой-нибудь пальнём, я не знаю там. Чё-то такое поделаем. Ну, щит им пробить не судьба. Убить моих наземных, я думаю, что им тоже не судьба. Такие миссии мне даются проще всего. Сейчас у нас ещё будет хрень, которая убивает с выстрела. И тогда мы вообще будем на коне. Я, правда, подозреваю, что не всё так просто. Интересно, насколько эта хрень, которая убивает с выстрела, будет наносить по имперскому кораблю. Тот, который босс. Бух. Так, давайте пальнём сюда ультой какой-нибудь. Чё-нибудь ещё давайте сделаем, иначе ещё можем сделать. Ну, в принципе, делать здесь особо больше нечего. Пока ждём. У каждого своя, наверное, хереса впита. Если кто играл в эту фигню и смотрит моё видос, посмотреть по КП, господи, напишите, у кого были проблемы с прохождением вот этих миссий. У меня, потому что, получается, что они самые простые для меня. Видимо, потому что я вкачал этих дронов в большом количестве, и они у меня прокачаны на полную. Поэтому с такими у меня вообще проблем не вызывает никаких. Бум! Бум! Рахэм. Рахэм. Дайте сюда вот так уджахнем, что ли, не знаю. Огонь! Еееее! Настреляли. Вообще, это говёная билка. Конечно, против каких-нибудь толп, идущих прям очень узко в каком-нибудь месте, ещё было бы нормально. Но билка мне не понравилась точно. Качать её на том этапе, когда я её прокачал, было не нужно. Делить, может быть, сейчас она имеет смысл. Но, в целом, не так она работает хорошо, как мне изначально казалось. Я, на самом деле, думал, что они будут стрелять ей сами, когда я её качал. Только потом выяснилось, что здесь можно вот эту вот фигню делать. Потому что я их сразу не увидел. Я навел просто вот эту, и получил вот то, что видите на экране. Не увидел иконки за ней, потому что их было не видно реально. И только потом, спустя несколько серий, стало понятно, что этим можно пользоваться, и как этим пользоваться. Будет очень интересно почитать, сколько мне это напишут по поводу моих умственных способностей всего. Ну и, блин, давайте уже заканчивайтесь. Уже скучно. Это скучно. Здесь, по крайней мере, я точно знаю, что победю, но всё равно скучновато немножко. Так, всё? Да, вроде всё. Так, отлично. Сейчас мы получим достаточное количество бабла для того, чтобы построить охрененную мега-супер-пупер-пушку. Так, ну и ещё мы на девяточку отбили линейку отсюда. Так, и плюс получили ресурсы для дальнейшего строительства. Да, где не 61-й? Что у нас тут на дне 61-м? А, ну... А нет, туда есть выбор. Так, вот пять зелёненьких прям хотелось бы получить. Здесь у нас волны. Пять зелёненьких прям хочу. Плюс ещё фиолетовый дерьмо для строительства. Пять таких, кстати говоря, тоже хорошо. Их бы тоже хотелось. Но мы, наверное, начнём вот с этого всё-таки. Потому что хочу зелёные. Зелёные у меня ещё не полностью из расхода потенциал зелёных. Так, пойдём сюда. Сейчас мы должны поставить эту адскую пушку. И как раз на волнах, которые будут, посмотрите, как она работает. Так, адская пушка. Приди. Так, облитатор. У него 1000 урона. 500 здоровья. Rate of fire у него крайне низкий. Патрон у него всего один. Перезарядка 15. Всё хорошо, как артиллерия стреляет. Он стреляет как артиллерия, но при этом должен архи массивно жахать. Ну, по крайней мере, по идее. Так, я думаю, что я ещё таких вот спектров поднастрою себе. Я так подумал-подумал. Наверное, я это и сделаю. Нужны ли мне, правда, ещё талосы? Для того, чтобы отбивать ракетницы, я не знаю. Но спектров я точно буду делать, потому что они классно борются с толпами. Так, ну давай, пушка, стреляй. Бух. Ну, какой-то слабый бух. Я бы сказал, вообще слабый бух какой-то. Нет, бух, конечно, случился. Зелёненький. Ни хрена, это у вас танк в первую волне идёт? Спасибо. Я осознал. Так, танк у нас идёт, короче, в самой первой волне с щитом от скидки на ладской бронёй. А, ну зато его разорвало нахрен. Короче, нормальная атака вот этих вот товарищей, она реально неплоха. Я думаю, что как минимум две таких штуки нам надо. Может быть, даже больше. Бум. И он, я так понимаю, очень точный. То есть он всегда попадает туда, куда он, собственно, и хотел попасть. Ну, допустим, ладно. Мы не можем на нём посмотреть, какая у него скорость перезарядки. Это не можем, видимо. Так, ну давай, стана. Ну, в принципе, туда можно. Ну, одного он убивает нахрен. То есть это хорошо против всяких танков, хренанков и прочей ерунды. То есть, правда, проблема в том, как его заставить, этот танк атаковать, непонятно. То есть какой-нибудь танк, да, он превратит в говно. То есть как минимум таких, наверное, две штуки для того, чтобы классно отбиваться от танков нам нужно будет сделаться. Но в целом для толп он не так эффективен, как мне казалось изначально. Мотайте меня сейчас, пронесут тут всё. Молите, урона просто наносят по щиту. Ну, охренеть, что я хочу сказать. Волны пошли как надо, волны. Прям волны внушают. В общем, надо, наверное, ещё себе штук, которые будут бомбить. Я думаю, что я ещё бомберов построю. Не знаю, правда, сколько я их построю, но надо. Может быть, мне вместо артиллерии одни бомберы нужны. С другой стороны, артиллерия под щитом находится, а бомберов можно подорвать. Поэтому он тоже какой-нибудь сомнительный довод. Сомнительный. Так, всё? Так, где следующий будет? Он там. Так, хорошо. Ну, щит с такой регенерацией восстанавливается очень быстро. Бабах! Что-то как-то вас там маловато, слушайте. Так, ещё отсюда бабах. Так, давайте вот эту говно вы собьёте. Так, говно сбили. Ууу, а дать они пошли вообще. Вот таки пыщ-пыщ. Так, давайте. Давайте мы там всё сожжём, что только сможем. Так, давайте мы туда сразу прям хреначим всякого. Так, стингеры. Или стингеры, как они там называются. Так, давайте мы их будем убивать. У нас есть специальная противовоздушная оборона для этих целей. Давай противовоздушная оборона работает. Ну, что-то как-то слабо она работает. Почему они не падают просто, как мешки с говном отсюда? Я хочу, чтобы падали. Короче, две противовоздушные пушки. Ох, ей дрёваночь. Так, и, конечно, хорошо. Ну, так, давайте мы сначала бомбардировщика избавимся. Потом будем что-то, блин, со скорпионами с этими делаться. Так, мне сейчас надо будет щит восстанавливать. Ой-ой-ой-ой-ой, здесь ещё и гелион. Так, как бы нас сейчас здесь не обоссали. Прям могут. Да, щит регенится быстро, но обоссать нас могут тоже. Так же быстро, как регенится щит. Так. Да, щит восстанавливаем сразу, потому что без него нам сейчас придёт кирдык. Так, давайте сначала вот эту вот хрень убьём. А теперь... А, вы их убили, да? Отлично. Ну, короче, если вот это зелёное говно стреляет правильно и в нужную цель, то она убивает эту цель просто в сопле. Сразу же. И это зашибись. Вопрос только, как у него прописан искусственный интеллект. То есть он будет стрелять всегда самую сильную цель, или он будет стрелять куда ему заблагорассудиться? Нацелить мы его никак не можем, поэтому тут без вариантов. Так, всё. Этих запалили, этих тоже сейчас убьём. Ну, слушайте, практически не осталось у меня никого. У меня и лучников похреначили прям здорово, и всё остальное тоже. Он, по-моему, только что промахнулся нихреново. Да. Короче, непонятно, кого здесь надо строить в огромных количествах. С дронами-то мы уже определились, но со всеми остальными пока не вполне ясно. Так, ладно, сейчас мы получим... Чё мы получим? Так, мы получим немножко всякого для того, чтобы дальше хреначиться. Так, мы получим аж пять зелёных фигней. Пять зелёных фигней, это зашибись. Так, и у нас теперь... Так, у нас теперь на повестке дня Air Raid. ОСА, да? Соответственно, здесь у нас будут бронированные танки. Ну, так по-хорошему, конечно, вот сюда нам надо идти. Здесь четыре и три. Это прям вообще охрененно. Но это Air Raid. На воздушный рейд это проблема, как мы с вами знаем. Причём такая, нихреновая. Так, мы можем повесить тяжёлую броню на наших юнитов. Которые... Так, мы можем повесить более классные щиты на них же. Мы можем вкачать себе... Нет, не можем. Дезинтегратор. А что мы можем с ними сделать? Так. Это вот у нас, да, дезинтегратор. Может быть, качественный дезинтегратор на зелёненькое-то. Так. Здесь у нас, короче, увеличивается... Так, здесь у нас увеличивается урон. Здесь у нас электромагнитное какое-то говно. Так. А, против щитов. Типа я смогу щиты произносить. Ну, слушайте, за одну единичку и 25 это неплохо, я считаю. Другое дело, что... Прокачать себе, может, жизни лучше. Так, или прокачать юнитов, которые на земле. Наверное, я качну их, потому что их в последнее время начали активно прошибать. Наверное, я всё-таки с них начну, прям их замаксю просто. Правда, наверное, это не макс у нас ни хрена. Так, здесь мы сможем сделать им 40 брони. Допустим, сделаем 40 брони. Так, сделаем им больше хп. Так. 40 брони. Больше хп это на башне. На башне мы пока делать не будем. Так, здесь мы можем увеличить количество... А, ну это максимальное здоровье самой башни. Это нам не надо. Это вообще неинтересно. Так, здесь у нас больше щитов будет на них. Здесь у нас будет ещё больше брони. Здесь ещё больше щитов. Закачаем, ребят, прям по-чёрному. И, наверное, я себе щитбрейкер возьму. Да, дополнительно щитов пробивать. Это прям, мне кажется, интересная история. И надо куда-то идти. Вот какие-то хавоки. Дестройер, не знаю. В Дестройер, наверное, надо идти. Как мы только к нему придём. Либо через... Криохок. Либо через Аравагера. Через одно, либо через другое. Через это... Через жёлтый можно проходить. Через это... Через жёлтый и красный. Ну, типа, Реведжер, наверное, круче, да? Ну, не знаю. Надо, короче, протестировать. Наберём ресурсов, тогда видно будет. Так, ну и нам надо идти вот сюда. Вот, рейд. И смотреть, что у нас, собственно, из этого получится сейчас. Сможем мы осилить воздушный рейд с теми силами, которые у нас есть? Или нихрена мы не сможем? Так, и что мы можем ещё пристроить на те ресурсы, которые у нас есть? Ну, спектры здесь как бы нам не помогут. Ни хрена. Они нам помогут потом, но не здесь. Циклонов ещё взять? Давайте я, наверное... А что у меня когда сломали вообще? Слушайте. А-а-а, вон оно что. Слушайте, я пропустил тот момент, когда у меня сломали рейнджов. А рейнджов у меня, наверное, сломали в прошлый раз, да? Так, тогда рейнджов надо восстановить. Так, короче, милишники у меня есть. Эти у меня есть. Чё мы ещё можем сделать? Химеру, артиллерию. Давайте, забахаем. Угу, и циклонов у нас подхилили, но мы их не восстанавливали, потому что поставили, короче, такую штуку. Ну ладно, давайте так. Вот у нас прибавилось дополнительно лучников. Так. Ну, теперь давайте посмотрим, как две пушки будут справляться с такой интересной задачей. А мы будем выжаривать тогда оставшихся. Так, вон у нас летят ребята. Ну, не очень пока они хорошо справляются с задачей, потому что нас тут бомбят прям почём зря. Ладно, пока рано впадать в отчаяние. Пока смотрим. Так, только тут скотина сейчас... Не, да, улетела. Ну, в принципе, они потихонечку падают. Так, где-то я здесь видел... Блин, я здесь где-то видел дохлого товарища, но он куда-то смотрел по токе. Ладно. Так, ну давайте, ракетницы, хреначьте. Просто хреначьте всё нахрен. Так, ну, какой-то, блин, цель зацепить. О, так, зацепили какую-то цель. Я должен помогать по мере сил и возможностей. Короче, пока они агрятся на циклоны, наши ракетницы должны их положить. План такой. План охрененный, вопрос только, чтобы он сработал теперь. Так, и наша зелёная фигня, походу, ещё в кого-то попадает, я смотрю. Так, я ещё одного сбил. Такой я молодец. Так, восстанавливаемся на хрен щит, потому что остаться без пушек сейчас будет равносильно смерти. Мотать их тут? Чё их так много-то, господи? Так, ну, они, я так понимаю, разобрались с тем, с кем хотели. Да, с воздушными сейчас придут разбираться со мной теперь. Щит будет восстанавливаться очень долго. Ещё мне 50 секунд ждать до восстановления следующего. Боюсь, не доживу. Да, боюсь, не доживу. Это не то слово. Не смотря на две противовоздушные штуки, не смотря на зелёный кусочек дерьмища, мы, короче, всё равно всасываем прям конкретно. Так, ну, значит, нужно больше. Нужно больше золота. Так, и щит у меня до 1000 будет восстанавливаться, ого-го, сколько. Так, кого мы можем поджечь? Давайте. Мне нужно выцеливать каких-то товарищей, которых я могу сам быстро убить. Не для того, чтобы помогать. Но их чё-то безумно как-то много. Просто охренеть, как их много. Так, сожгли, сожгли. Так, щит я надеюсь установится сам. Я пока не буду помогать. Мне для этого нужно будет потратить обилку. Обилку тратить я бы не хотел. Я бы хотел её оставить, эту обилку, на случай проблем. Так, у меня осталось 200. Ещё кое-какие пушки. Ракетницы вроде как тоже ещё живы. Нужен переломный момент, когда они будут меньше пробивать щит, чем, соответственно, я их буду убивать. С какой скоростью вопрос. Только доживём мы до этого момента или нет. Так, ну, щит восстановился почти. Так, щит восстановился даже не почти. Зашибись. Ракетницы ещё есть. Короче, один взял по ракетнице. По факту это один труп. Так, вон там ещё кто-то у нас полетел. Плюс один залп зелёного говна. Это один труп. Зелёное говно стреляет раз в 15 секунд. Это очень долго. Так, щит, ну, пока держится. Плюс я могу его ещё потом зарысать. Так, сжигаем вот этого к свиням. И сжигаем вот этого к свиням. Так, минус два. Так, ещё минус два. Давайте теперь вот этого подпалим маленько. 15, 15, 15. Так, будем за ним следить. Так, его сожгли. Блин, вообще, это из пушки по воробьям просто было сейчас. Так, ну, по всей видимости, мы всё-таки отобьёмся каким-то чудом. Ну-ка, бум. Да. Надо их больше, короче. На такие миссии их надо больше. Но, тем не менее, мы отбились. Ладно, тут как бы ничего не могу сказать. Мы отбились, мы молодцы. Мы только потеряли половину. Ну, это, строго говоря, похрен. Другое дело, что я теперь не смогу его восстановить. А вот это уже не похрен. И щит они всё равно сбили. И, сволочь, так, давайте я щит восстановлю по обилке. Ну, нахрен. А то, если я сейчас останусь без ракетниц, я их потом буду выжигать лазером до морковки новозаговения. Бум. Так. Ну, каким-то чудом мы, короче, прошли. Но это было очень потно. Мне так думаешь, что мне, наверное, нужны ещё ракетницы. Так. 52. Зашибись. Так. Мы получили штуки для строительства и штуки для прокачки. День 63 у нас. День 63. Так. Теперь вопрос, что мне ещё надо взять. Мне надо сейчас будет восстанавливать. Поэтому я, наверное, не буду рисковать. Сейчас мы потратим бабки на восстановление. И вопрос, хватит ли у меня их. Так. Инвейджин тебе дал кост. Так. Здесь у нас инвейджин. И мы получим зелёненького ещё. Это выгодно. Так. Надеюсь, они получат 15. Если я сюда не схожу. Надеюсь, опять воздушный рейд. И мы получим массивный кристалл. А я хотел вот это. У меня вот это вот как-то больше нравится. Да вот это, конечно, мне тоже нравится. Но мы, наверное, пойдём вот сюда. Инвейджин. Да. Давайте. Волны. Всё такое. Главное, чтобы я сейчас смог восстановить. Иначе репейрить задолбаюсь. Если автоматом не восстановится, надо будет вспоминать, какой состав у меня... Чего должен быть. Так. Автоматом восстановится. Отлично. Вопрос только, правильно ли восстановилось. Пытался-хренался. Вся эта штука. Да, по-моему, правильно. Да, по-моему, правильно. Даже если что-то там снеслось. Ну и ладно. Так. Это у нас противоракеты. И что ещё могу сделать? Наверное, я на пару таких штук открою себе пока пару слотов. Может было, конечно, не торопиться. Но, допустим. Я туда потом бомбардировщиков прихреначу. Может, я, кстати, сейчас прихреначу? Вместо талусов, например. Так. Вместо, например, талусов. Потому что талусы мне не очень сильно нужны. В этой миссии, наверное, будут. А ещё один лишний бомбардировщик, наверное, мне не повредит. Или ну его нахрен. Не, наверное, реально. Я пока, наверное, уберу талус. И уберу вот этот талус. А вместо него забахаю себе ещё одного спектра. Вот так вот мы сделаем. Так. И пусть у меня лучше будет два бомбардировщика. Ну, сразу самолёты полетели. Нормальный вариант. Вообще, хороший начал, я хочу сказать. Так. Надо их сбить нахрен этих уродов. Так. Так, они ещё отсюда прутут. Блин, по двум направлениям плохо. Будем помогать. Так. Будем помогать для того, чтобы хотя бы один фронт освободить. Так. Теперь у меня мои наземные ребята с улучшенной бронёй, с улучшенными щитами. По идее, они должны сильно лучше стоять. Ну, так вообще по логике. Иначе нахрен на всё это надо. Так. Щиты у них регенятся. Да. Жизнь у них регенится. Брони у нас много. Она тяжёлая. Вообще, всё хорошо. Я не знаю, как здесь работает броня. Об этом ничего не сказано. Но больше брони это явно лучше, чем меньше. С этим, я думаю, что спорить бессмысленно. Блин, сбилось. Вот дерьмо. Ещё я не туда полетел. Ну, ладно. Я думаю, что эту волну, наверное, компьютер мне простит. Так. Потом, может быть, ещё... Хотя хрен с ними с дезинтегратором. Наверное, дальше надо выходить на самую последнюю пушку. Она по-любому должна быть классная. Потому что, по факту, этих ребят мы практически полностью вкачали. Тут, может быть, там что-то и осталось. Но там совсем минимум. Так. Это вы и так загубили. Давайте этого я загублю. Отлично. Ну, стоят, по-моему, ребятки получше. Так, сейчас мы посмотрим. Да, ещё, походу, никого не убили до сих пор. Но броню я им дал не зря. Ладно. В этом можно, по крайней мере, быть уверенным. Так. Смотрим, что дальше. Отсюда, отсюда и отсюда. По трем направлениям сразу. Плохо. Так. Плохо. Ну, ещё и истребители прилетели. Вообще отлично. Так. Давайте-ка мы куда-нибудь сюда накроем такими войсками. Так. Ну, надо помогать. Надо хотя бы вот от этих ребят избавиться. Так. От кого ещё мы тут можем избавиться? Так. Вот от этого можем. Если останутся милишники, со всеми остальными ещё можно разговаривать. А если наших милишников не останется, то они слишком далеко зайдут. Нам бы этого не хотелось. На щит-то посадили почти, несмотря на то, что щит-косарь. Так. А, вот у нас. Так. У меня аж противощитовое говно. Мы будем сейчас помогать. Так. Восстанавливаем щит. Не готов я сейчас ничего. Смотреть, как у меня будут разрушать мои базы. Так. И вот этого товарища мы сейчас пожжём. Так. Скорпион готов. Готов. Отлично. От скорпиона мы избавились. Так. Здесь у нас противовоздух должен сработать. Только он что-то не срабатывает. Так. Давайте вот сюда так и настреляем. Не, нормально. Если это последняя волна, то вообще отбились в лёгкую. А если не последняя, то непонятно ещё. Так. Всё. Готов. Этот сейчас тоже, наверное, будет готов. Стреляйте в него. Не стреляет. Так. Давайте стреляйте в него. Тогда вот в этого хорошо. О. Полетел, полетел. Отлично. Бух. Так. Ну, шикарно. Ладно. Перезаряжаются. Они довольно медленно стреляют. Они тоже не очень весело. Но зато один выстрел и один труп-остребитель. Это замечательно. Я думаю, что надо ещё будет пристроить таких. Так. Ну да. Мы, правда, немножко откатились. Но зато получили зелёненького себе. Так. Зелёненького. На что можем это зелёненькое потратить? Для того, чтобы нам дальше игралось хорошо. Так. У нас остался только Invasion Void. Всё. Больше нихрена. Если мы его всрём, то будет аж минус 20. Так. Надо бы тогда наших ребят как-то вкачать. Классно. Чтоб мы его желательно не всрали вообще. Так. Мы можем подвесить ещё брони. И мы можем подвесить ещё щитов на наших товарищей. Ну, базу, наверное, качать бессмысленно. Мне кажется. Так. Это я и так прокачал на максимум. Так. Давайте мы тогда ребят, которые у нас, соответственно, здесь стоят и принимают на себя весь основной удар, мы, наверное, подкачаем ещё. Так. Здесь у нас максимальное здоровье. Здесь у нас... Так. Ну, это... Так. Это у нас, соответственно, сам центр можно качать. Давайте качнём тогда, наверное, щиты. И давайте качнём тогда, что у нас сейчас зелёное качается. И... Guardian Drones Frames. Это вот эта вот, да, штука? А не. Это повышает, короче, максимальное количество здоровья у них. Ну, это я, наверное, пока не хочу делать. Мне кажется. Да. Это я, наверное, не хочу делать. Может быть, что-то из вот этого. Но тоже не знаю. И можно ещё качнуть себе на халяву вот эту вот ерунду. Потому что дальше мне в основном только жёлтый используется. Дезинтегратор? Ну, тоже непонятно. Нужен мне дезинтегратор? Не нужен. А, зелёный ещё вот здесь будет нужно. Не, не надо. Ну, а теперь вопрос состоит только в том, сумеем ли мы отбиться от Invasion от этого. Ну, давайте. Смотрим. И на этом заканчиваем тогда сегодняшнюю серию. Так. Здесь у нас опять Invasion. Мы можем... Ну, что у нас? У нас, в принципе, всё нормально. Мы можем тогда, раз у нас есть возможность, ещё себе пару спектров для того, чтобы они прям бомбили как надо по кускам. Давайте прям прессовачим пару спектров. Не знаю, насколько это хорошая идея, но мы это сделаем. И сюда Талос не поставлю, да? Химера. Ещё одну артиллерию. Давайте ещё одну артиллерию. Вот так. Вот это у нас будет внутреннее ядро для отражения атак земли. Так. Ну, давайте. Вот у нас тут есть отличная мишень. И для бомбардировщиков, и для всего остального. Жахайте, пари. Давайте. Я жажду увидеть здесь всё разбомбленное к свиням. Бум. Ну, неплохо. Так. Вот это дерьмище. Так. Я прожигаю щиты. Я прожигаю щиты, поэтому, по идее, я должен его сейчас сжечь вообще конкретно. Так. Щит сожжён. Теперь надо убить. Бум. Так. С этим танком расправились. Пока у нас всё на перезарядке. Ну, да. Бомбардировщики нормально себя показывают. Так. Где следующая будет? Следующая будет там и там. Угу. Всё понятно. Хорошо. Бум. А, и там ещё. Ёлка. Так. Ну, понятно. Зелёную было тратить на этого на хрена. А хотя, с другой стороны, наверное, самое оптимальное. С другой стороны, да. Наговорил, наговорил. Нормально всё выстрелил. Интеллект сработал норм. Потому что тратить его на вот эту вот фигню было бы ещё меньше смысла. Так. Жахнули. Жахнули ещё. Ну, бомбардировщики плюс артиллерия нормально. Но обстраивать это теперь надо каким-нибудь мобильными. Либо вот такими самолётами. Либо перехватчиками. Либо ещё каким-нибудь говном. Наверное, надо всё-таки перехватчиков иметь какое-то количество. Чтоб они просто отвлекали на себя внимание. Самые классные пушки у нас ограничены в количестве. Поэтому сюда надо вставить каких-то вот таких вот дродов. Для... Просто, чтобы они отвлекали на себя внимание. Пока нормальные ребята с ними разбираются. По крайней мере, такой план. Дайте ему туда жахнем стрелами. Сюда жахнем такой штукой. О, там нормально стреляли. И надеемся, что наши бомбардировщики сделают всё как надо. Так. А мы займёмся вот этими ребятами. У нас тут есть скорпион, с которым надо что-то сделать. Так. И ракетница, с которой тоже надо что-то сделать. Так. Давайте начнём со скорпиона, наверное. Раз уж у меня выжигатель щитов. Давайте я тогда помогу эти щиты и выжечь. Едрёныч. Так. Ну-ка, дайте-ка мне замедление. Я немножко постреляю вот по этому товарищу под этим замедлением. Так. И Леончик. Надо, чтобы он не успел сильно много пострелять. Не знаю, сумеем ли мы сбить его атаку. Но лучше до этого не доводить. Так. Здесь у нас ещё один скорпион подзащит. Так. Устанавливаем щит. Нахрен. Не хочу смотреть, как у нас будет рушиться база. И потом её чинить. Так. Бум. Скорпион готов. Бум. Второй скорпион готов. Так. Ну это последняя же волна, правильно? Если это не последняя волна с такими силами, то я буду удивлён. Так. Давайте мы тогда фаерфлай вот этого нахрен убьём. И что у нас тут ещё? Ну и всё по ходу. А. Ну вон вестребители остались. Бум. Да, мне надо определённое количество ещё дополнительно воздушных юнитов. Потому что их воздушные юниты на них прекрасно агрятся. Не знаю только кого перехват... Наверное перехватчиков надо поставить. Они дерьмовые, но за ними надо гоняться. То есть если талсов просто расстрелять, а не потому что на месте, то за перехватчиками надо бегать. Поэтому наверное какое-то количество перехватчиков мы доделаем. Так. Ну и чё? На доброй половине мы заканчиваем тогда эту серию. Мы получили себе 5 очков для улучшения исследований. Наверное мы на них что-нибудь замаксим. Типа. Типа наверное жизни башен. Для того, чтобы они не похерились следующие. Ух, ядрёноть. Тыщу. Тыщу. Тыщу я хочу. Так, а здесь у нас что? Ну здесь зато дают 4 оранжевых штуки. Чтобы мы могли дальше продвинуться по открытию. Блин, а здесь дают косарь. Блин, а здесь дают косарь. Вот дерьмо. Так. А что я хочу? У меня 6 этих самых зелёненьких. Зелёненьких я оставлю на прокачку, наверное, каких-нибудь дестроев может быть. Баллистическая ракета. Баллистическая ракета, которая наносит конский урон, когда прилетает. Баллистическая. Ну, в принципе, звучит круто. А это двойная... Двойные плазменные мини-пушки. Угу. Двойные плазменные мини-пушки. У меня такое ощущение, что вот этот реведжер, наверное, будет интереснее, чем дестроев. Хотя хрен его знает. Так, здесь уже жёлтые, жёлтые, жёлтые. Здесь ещё зелёные. Ну, в принципе, можем, допустим, зелёненькую потратить. И 40 энергии, это недорого. Так, ещё качнуть, ещё потратим. Так, теперь здесь жёлтые. Всё, это мы тратить уже не будем. Здесь мы можем уменьшить стрелу, но стрелами вообще не зашли. Можем потратить все зелёные на прокачку жизней нашим башням. Но это такое себе. Здоровье 100, будет 160. Они всё равно полопаются просто мгновенно. Фотонная хрень. Ну, допустим. Что у нас ещё тут есть? Здесь мы сможем вызывать дронов для починки. Для этого надо сначала пройти через это. Но я думаю, что ничем мы не будем делать пока. Ничем пока не будем делать. И пойдём, наверное, мы за косарём в следующий раз. И за пятью штуками для строительства. Но это будет в следующий раз. Хотя, блин, это тоже хочется. Или сюда. Ладно, я ещё подумаю. В следующей серии тогда придумаем, куда пойдём. На сегодня с вами прощаюсь. Спасибо, ребята, за внимание. Удачи и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова